Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Библейские чечения». В данном случае у нас череда рождественских чечений и тема настоящей беседы «Ирод против младенца Христа». Конечно, многие догадались, что речь пойдет о той истории, когда по инициативе царя Ирода были побиты в Вифлееме младенцы, о чем предсказал в свое время пророк Еремия, говоря, предупреждая глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. Рахиль – это любимая жена Иакова. Ну, во-первых, что произошло? Нам нужно рассмотреть эту ситуацию, что на самом деле произошло. Евангелие Матфея рассказывает, что волхвы пришли в Иерусалим, они спрашивали, где родившийся царь Иудейский. Их вызвал на аудиенцию Ирод, подробно расспрашивал их об их видении, о их намерениях здесь. Далее Ирод собирает Синедрион. Написано, что Ирод и весь Иерусалим, они встревожились. Встревожились почему? Почему? Что младенец не был им нужен ни Ироду, ни его споспешникам. А вот на момент рождения Иисуса Христа соратниками Ирода, его соработниками стали все начальники народа. Иерусалимская элита, включая всех храмовых священников, так называемые Иродиады, партия Иродиадов, это были саддукеи, партию саддукеи представляли первосвященники. Они были заодно с Иродом. И им не нужен был никакой царь Иудейский, даже не вопрос веры. Их устраивал царь Ирод, и царь Ирод, там он решал многие вопросы, он каким-то образом добивался каких-то послаблений от Рима. В общем, он всех устраивал. Мы читаем, что этот человек, этот человек, но несмотря на свою жестокость, в Иерусалиме он имел авторитет. Если бы не имел авторитет, там было бы какое-то противостояние. Что происходит дальше? Когда волхвы, получившие информацию от Ирода, что должно было родиться царю иудейскому Вифлееме, волхвы по откровению отходят другой дорогой. Матфей пишет следующее, что Ирод, нашедший себя осмеянным, то есть волхвы не вернулись и не рассказали ему о младенце, он не просто входит в ярость. Ирод, ну, размышляя о ситуации, и он понимает, что если уже на таком высоком духовном уровне речь идет о рождении младенца, и если волхвы не вернулись, значит, они на самом деле увидели младенца, этот младенец существует. Этот младенец для Ирода является опасностью, потому что он настоящий царь иудейский. И если бы попустить, ну, по мнению, по такой цепи размышлений Ирода, он видит в этом большую проблему для себя, для своей семьи, для своего потомства. Он принимает очень такое тяжелое решение по тому времени. Он принимает решение убить младенцев, убить младенцев включительно до двух лет, до двух лет, ну, чтобы не ошибиться. Почему такое жестокое решение? Потому что никто не сказал Ироду, где же родившийся младенец. То есть такая тайна, она как бы зависла. Мы-то знаем, что Иосиф и Мария, по откровению, они уносят, уходят из Вифлеема, уходят в Египет на некоторое время, чтобы спасти младенца. И можно предположить, что Ирод предварительно, прежде чем он принял решение о победении младенцев, он посылал каких-то людей для того, чтобы они разведали об этом младенце. Но никто ничего не знал, потому что Иосиф вышел из Вифлеема тайно. Он никого не предупреждал. Если бы он предупредил, то дело, оно бы предалось огласке, и не исключено, что за Иосифом погоня бы направилась в Египет. Но поскольку никто не мог сказать Ироду о том, где же этот родившийся младенец, а то, что он родился, для Ирода было фактом. Может быть, он еще сомневался. Но он принимает такое очень жестокое решение, что нужно лишить жизни всех младенцев, которые предположительно могут быть его конкурентами, наследниками престола. Мы должны понимать, что предварительно в Вифлееме была перепись. Что такое перепись? Перепись, она представляет списки населения по их коленам, по их принадлежности к тому или иному дому. О чем это говорит? Это говорит о том, что круг людей, которые были в данном случае интересны Ироду, он был суженным кругом. Некоторые проповедники или толкователи, они, ну не аргументируя, заявляют, что Ирод побил несколько тысяч младенцев. Почему Ирод не мог побить несколько тысяч младенцев? Причины как минимум две. Во-первых, Ирод не мог это сделать против порядков, которые были установлены римским протекторатом. Прокуратор Иудеи Иерусалима Понтий Пилат не позволил бы, не позволил бы такого беспредела на территории Иудеи. Мы читаем с вами, для того, чтобы им нужно было предать смерти Христа, они пошли и там кланялись Понтию и Пилату, чтобы получить такое разрешение. Мы читаем, когда был бунт против Павла, апостола, против Савла, и там весь Иерусалим так же встревожился, то римское начальство посылает сразу такой мобильный вооруженный отряд, они останавливают кровопролитие. Мы читаем с вами, что Понтий Пилат побил палками галилеян, которые пришли на поклонение. Судя по всему, причиной этого террора была опасность какого-то восстания, какое-то революционное движение. Это было в глазах Понтия Пилата. И размышляя таким образом о порядках, которые были установлены во время рождения Иисуса Христа, мы исключаем категорически беспредел со стороны Ирода. Он не мог так поступить, чтобы, скажем, открыто послать достаточно большой отряд воинов и отбирать у матерей их детей родных, маленьких причем детей, отбирать. И потом их вот так взять и предать смерти. Этого не могло быть, потому что этого не могло быть по состоянию той ситуации и политической, и религиозной, и социальной. Ведь мы прекрасно понимаем, что у этих детей были не только мамы, у них были и отцы. Мы знаем, насколько амбициозными были потомки Давида. Вспомните их амбициозность, когда они приняли решение убить Павла. Там 40 человек заклялись не есть и не пить, доколе они не убьют Павла. Что сделал им тот Павел? Да ничего такого. Он восстал на их какие-то религиозные начала. Представьте себе людей, на глазах у которых, кто бы там ни был, пусть это сам сатана пришел из преисподней и начинает открыто, публично убивать их детей. Это невозможно было бы. В обязательном порядке, вот такой террор, он встретил бы сопротивление. Это, по сути, начало гражданской войны, что не было, скажем, в планах Римской империи. Римляне жестоко подавляли любое сопротивление, любое нарушение законов. Убийц римляне казнили публично. И когда во времена иудейской войны, это уже вторая половина первого века по Рождеству Иисуса Христа, когда восстали иудеи, началась иудейская война, подавление ее было кровопролитнейшим образом. Погибло, ну, по крайней мере, по свидетельству Иосифа Флавия, 1 миллион 100 тысяч людей. Таким образом, нам очень легко прийти к выводу, что Ирод не мог публично казнить много младенцев. Но говоря о многом младенцев, также хотелось бы отметить, что Вифлеем во времена рождения Иисуса Христа не был большим городом. Ну, это был поселок городского типа, скажем так, может быть, чуть больше Вифании. И вряд ли там проживало, ну, по мнению некоторых экспертов, историков и археологов, вряд ли там проживало больше 10 тысяч людей. И мы понимаем, что среди этих 10 тысяч людей, сколько могло быть младенца в возрасте до 2 лет. Их не могло быть огромное количество. Но вопрос все равно стоит, если написано, что Ирод, увидев себя осмеянным, послал избить всех младенцев Вифлееми во всех пределах его 2 лет и ниже, во времени, которое выведал от волхвов. Здесь сказано, послал избить. Вероятнее всего, самый простой способ, который мог Ирод вообще по своей природе вот этой зверской, хитрой и подлой, это были тайные наемные убийцы, которые просто похищали детей. Похищали детей и убивали их. И вероятно всего, что когда начался этот процесс, он не проходил 1-2 дня, потому что им нужно было сначала выведать, где эти дети, подсматривать за ходом жизни этих детей, чтобы опять же сделать это, исключив сопротивление родителей. Сопротивление родителей, если бы они видели, что их детей убивает, оно было бы однозначным. Но здесь сказано у пророка Иеремии, плач слышен, он слышен в раме глаз, слышен плач и рыдание, вопль великий. Плачь это плачь отчаяние, плачь, когда человек не понимает, оплакивает, как правило, умерших или погибших каким-то неестественным образом. И в этом отношении, вот по этой ситуации мы можем сказать или предполагать, что это не было таким массовым, скажем, явлением во времена Иисуса Христа. Но судя по всему, что Ирод предпринял вот такие шаги и нападал на этих младенцев. Некоторая аналогия вот этой ситуации, она прослеживается в книге Исход. Вы помните, когда египтяне принимают решение, чтобы убивать всех младенцев мужеского пола, рожденных от евреев. Там тоже это не было так открыто все делаемое. Они подговаривали, то есть это не было афишировано на государственном уровне, это дело было сделано тайно и подло. Сначала египетские власти подговаривают бабок повивальных, чтобы они во время рождения младенца убивали каким-то образом. Ну, это несложно было сделать для профессионала. Бабки отказываются. Тогда они начали посылать, они натравили народ. Не сами. Знаете, вот иногда бывают такие этнические стычки в некоторых странах, в которых не вмешивается полиция. Полиция видит, полиция знает, но не вмешивается. Тоже было в Египте. И, судя по всему, тоже было и в Вифлееме, когда были похищаемы или просто украдены, может быть, и на глазах у родителей. Но они не знали, куда и каким образом, кто этот похититель. Слух-то прошел однозначно последствия, откуда евангелист Матфей и мог догадаться. Но смотрите, почему Матфей в данном случае, он в качестве объяснения только цитирует предсказания Еремии. Потому что дело было закрытое, дело было непонятное. И, видимо, вот в то время, когда исчезали младенцы, люди, ну, люди недуховные, скажем, нерелигиозные и ненабожные, они не понимали, что происходит. Это был для них как бы такой глаз. Как бы для них был глаз. Стоит отметить по этому поводу реплику Иисуса Христа в ответ на такой вопрос, когда ему сказали о убитых тем же Пилатом Галилеянах. Что ответил Иисус Христос? Он сказал, если не покаетесь, то вы все так погибнете. Но это как бы уже такая вставочка в отношении ответа на вопрос, что произошло. Мы понимаем, что произошло, погибли дети. Вопрос, почему произошло. А вот здесь вопрос каверзный. Вопрос ехидный. В чем ехидство этого вопроса? Этот вопрос камень преткновения. Для многих читателей Евангелия, некоторые люди, до этого места, дочитав Евангелие, дальше не имеют, ничего желают иметь общего, ни с Евангелем, ни с Иисусом Христом. Говоря, вот Ирод убивает детей. И вот тут то вопрос, а куда смотрит Господь? Вот это уже вопрос важный для нас с вами. И мы с вами будем подвигать определенные какие-то инструменты ТДЦ, то есть той самой науки, которая объясняет характер Бога, не защищая Бога, но объясняя, почему происходят те и иные ситуации. И ТДЦ вмешивается тогда, когда речь идет о кровопролитиях. Здесь речь идет о кровопролитии. И нам надлежит ответить на этот вопрос. Ответить на этот вопрос в частном порядке почти невозможно. Вот в данном случае взять вот эту ситуацию, мы не сможем ответить окончательно, почему Господь допускает. Мы находим с вами, что есть предсказание Еремии, такая вот своего рода затепочка. Но на этот вопрос будет вернее отвечать. Вот с позиции ведения всей панорамы, мировоззренческой панорамы, вообще почему, что принципиально, что произошло. Убиты люди. Мы с вами понимаем, что и для Бога, и для нас с вами важны люди, ценные люди. Мы любим людей. Мы возмущаемся, и мы против того, чтобы кто-либо убивал людей, или насиловал их, или огорчал даже их, или оскорблял их. Мы понимаем, что это бесчеловечно. И библейское богословие нам с вами повествует, что есть некто, кто ненавидит людей. Дьявол ненавидит людей. И в этом отношении вот мы здесь находим противостояние. Вот это одна из тех историй, которая показывает противостояние. Противостояние дьявола против людей. Всякий раз, вот в истории человечества, люди возмущаются, вот там кровопролитие, здесь кровопролитие, детей побили, или людей Пилат побил, там казнил кого-либо, и так далее, и так далее. Возмущаемся. Всякий раз, когда нечто подобное происходит, это не является естественной человеческой способностью или качеством. Для человека неестественно не то, чтобы убивать своего товарища, брата своего, ближнего, да и даже врага убивать. Для человека неестественно мыслить плохо о людях, о чем Христос сказал в Нагорной проповеди, говоря, что древне всказано не убей, а я говорю вам, кто гневается на брата своего, напрасно подлежит суду. Этот суд постигает всякого человека, который неправильно действует. И когда мы встречаемся с ситуациями убийства, кровопролития, это явная провокация дьявола. То есть, какая-то часть людей, она вдохновлена дьяволом. Вот отсюда следует причина. Отсюда выходят все вот эти проблемы. Если мы встречаемся с голодом, голод провоцирован дьяволом. Вспомните случай голода, вселенского голода во времена Иакова и Иосифа, когда Иосиф был в плену в Египте. Казалось бы, что там неминуемо была бы гибель людей. Что делает Господь? Господь помогает людям выйти из этого голода. Семь лет голода. Причину мы не берем от этого голода. Но Он подает человеку прежде семь лет изобилия. Дьявол ничего человеку не подает. Дьявол провоцирует людей на убийство. Дьявол формирует вот эту всю машину, мучительную машину, угнетающую машину, унижающую людей машину. Все вот это зло, голодоморы, войны, войны, всевозможные, ну, такие явления ненормальные, такие как там преступность, как торговля людьми, как наркомания, там, пьянство, все остальное, оно все инициировано дьяволом, потому что дьявол изначально, принципиально и очень глубоко ненавидит всех людей. Он использует любую возможность для того, чтобы человека уничтожить. Потому что он тот, который пришел украсть, убить и погубить. Снова возвращаясь к тому же вопросу, «А куда смотрит Господь?» А на этот вопрос нам очень легко с вами ответить в этой истории о побиении младенцев в Вифлееме. Смотрите, какая ситуация происходит. Какая ситуация происходит. Узнав о том, что Ирод настроен против младенца, Иосиф и Мария знают об этом от мудрецов, от волхвов. То есть, что их стревожило? Истревожило тот факт, что Ирод пытается, он ожидает выведать от волхвов место рождения младенца. Вопрос, зачем? Иосиф и Мария, они-то прекрасно знают вот такой Ирод. Они знают его характер, они знают, что он враг народа Божьего. Просто это есть враг. И по этой причине они начинают и строить свои дальнейшие планы жизни. Матфей очень скупо нам историю эту рассказывает. Но мы должны понимать, что это люди, это живые люди, которые живут среди других живых людей. Еще одно из предположений, что в Вифлееме не так уж много было прямых потомков Давида и Ироду было достаточно просто их всех там вычислить. И я не исключаю, и даже бы настойчиво говорил о том, что прежде чем Иосиф и Мария покинули тот дом в Вифлееме, в котором они жили, они предупредили людей. И об этом предупреждает Еремия в своих пороческих предсказаниях. Для чего нужно было порочество Еремии? Почитайте все остальные порочества Еремии. О чем они говорили? Они предупреждали. Господь не желает смерти даже человека заклятого. Он предлагает ему какой-то путь избавления. Еремия ходил по городу Иерусалиму и предлагал людям, чтобы они покидали свои жилища, чтобы они сдавались на выхода на ссору, для того, чтобы сохранить их жизнь, они не слушали. Почему мы не можем предположить, что Иосиф, прежде чем он ушел в Египет, это был порядочный человек, добродетельный человек, что он предупредил всех своих родственников, чтобы они спрятали или удалили или ушли вместе с своими младенцами такого возраста, как Иисус. Это естественно. Это нормально. Иначе для чего тогда нужно было бы пророчество Иеремии. Для чего оно было нужно? Оно предупреждало, что придет такое время. Порочество Иеремии говорит нам о том, что во всех этих ситуациях Господь очень внимательно и тщательно расследует все, что происходит. Если задавать вопрос, куда смотрит Бог, смотрит Господь Бог на человека. И те люди, которые, как Христос сказал, все погибнете так, если не покаетесь. Вот те люди, которые покаялись, те люди, которые любят Господа и следуют за Ним, они никогда вот такой смертью они не погибнут. Никогда. Вот это наша вся ТДЦ. Это наше объяснение, почему Господь не встал на защиту этих младенцев. Потому что Он им предложил, Он предлагает защиту. И вот методика Господа она очень послал в данном случае ангелов. Хотя в свое время ангел, именно ангел Божий поразил Ирода. Это уже его потомок был во времена апостолов, когда он пришел в Тире, там в Осил, как царь и как Бог себя представлял. Ангел пришел и поразил его. Но в этой ситуации не было необходимости в ангелах. Нужно было бы просто уйти. И так и сделал Иосиф и Мария. Они взяли младенца и ушли. Может быть ситуация развивалась на том уровне, как это все происходило в Содоме и Гаморе. Обратите внимание, люди говорят, что Господь жесток. Но как Он жесток, если Он послал своих ангелов разведать в Содом и Гамору. И Он увидел там такое развращение. Он пришел, Господь ангела послал в дом Лота. Ангел говорит Лоту, пойди всем своим родственникам, зятьям, дочерям, кто там были, внуки, скажи, чтобы они уходили из города. А почему не могло быть так во времена Иосифа? Это я к тому, что человек обвиняет Господа в том, что Господь не остановил Ирода, не убил Ирода, не спровоцировал какую-то гражданскую войну. Господь все делает верно, а человек не слушает, а человек своеволен. И там в Содоме зятья они смеялись с Лота. То же самое могло быть в истории с Иосифом. Ведь Иосиф даже так логически, да мы все так поступили на месте Иосифа. Если мы видим, что человеку или человекам и людям, детям угрожает опасность, ведь Иосиф получил во сне ангел Господень ему явился, говорит, стань, возьми младенца и матерь его, иди в землю Израилю, и нет, уже впоследствии, а прежде, 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 прежде Иосиф отошел в Египет, в Египет, и был там до смерти Ирода. Нет, нет, написано, Ангел Господень является во сне Иосифа и говорит, встань, возьми младенца и матери его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. Что здесь сложного, скажите? Иосиф получает от ангела раскрытие такой тайны, что сюда придет Ирод, чтобы искать младенца, как просто догадался, что он будет искать младенца. Иосиф уйдет с младенцем, но Ирод будет искать младенца. И там есть еще младенца. Да любой бы человек на месте Иосифа, он бы предупредил, ведь они родные, единое плоти, крови. Здесь сказано о детях Рахили. То есть это не поместь, это не празелиты, это действительно прямые потомки Авраама, прямые потомки Давида, там присутствовали, жили в этом Вифлееме. И конечно же Иосиф, как своих сродников, родных, кровинушку свою, он их предупреждал. Как они ответили, мы не знаем. Может быть они смеялись, как смеялись зитья Слота, а может бы просто не обратили внимания, думая, да как такое может быть, но такое оно случилось. И если бы люди слушали Господа, такого бы не случалось. Но Господь говоря, что будет плач, он предупредил, что вот так будет, потому что они не слушали Его. Это не было как наказание. Заметьте, Рахиль, она не была наказана Господом. За что ее было наказывать? Они были уже наказаны вавилонским пленом. Это наказание прошло. Они вернулись в свою землю, и все идет доброе и хорошо, но в чем их проблема? Они не обратились к Господу как должно, они не веровали в Него, они не приняли этого младенца. Какие-то далекие чужестранцы пришли, приняли царя иудейского, а те люди, которые вокруг, они не приняли, они даже не интересовались, поэтому и погибли их дети. Вот такая история, жестокая очень история. Она имеет свое объяснение и позволяет нам понимать в этой истории прежде всего характер Божий, который всегда нас выведет на свет. Господь всегда человека защитит от дьявола. Все плохое, что происходит, войны, голодоморы, экологические бедствия, какие-то катаклизмы, кризисы и все это все от человека, который служит дьяволу. А все доброе, дар совершенный, как Иаков говорит, исходит от Отца Света, который всех нас с вами благословляет. И так Господь благословил Иосифа и Марию, и они вот таким простым способом, хотя им это что-то стоило, конечно, не так просто, путешествие такое, но нужна вера. И эта история говорит нам, что не исключено, что возможно нам когда-то приходится такие испытывать лишения и нужно оставлять что-то насиженное, что-то привычное, что-то комфортное для того, чтобы не погибнуть. Но в любом случае действовать мы можем только по откровению, не по своему своеволю, а по откровению. И спасение пришло и для младенца, и для Иосифа, и для Марии, потому что они веровали в Господа, они принимали его порочества, и они слушались слова его откровения, то есть были в помазании.